Музыка Музыка Он на любую тему готов, только просил тему назвать Тему назовет сам Тему вроде бы простая и знакомая, претворечие основного опыта С другой стороны, именно только знакомая, но по крайней мере совершенно у большинства людей Посмотрел я в свое время учебник философии старых По философии, еще исторический материализм мы изучали И обратил внимание, что даже там эта тема, она как-то так совершенно мельком раскальзывает Причем даже отчасти не в том примерно аспекте, в котором она ставилась и у Маркса Кстати сказать, у Марса с Энгельсом больших исследований на эту тему нет Речь идет о буквально, может, ведении к немецкой идеологии, небольшой кусок И предисловие к критике политической экономии Это ранняя работа Маркса, 40-летнего Где он немного говорит о своем методе В советское время это разрабатывалось Но как-то так пущно, догматично Вроде все известно, вроде все это мы знаем И как-то поразрабатывали, поразрабатывали И потом про это забыли Кстати, и у Марахова был аспирант Борис Иванович Вот он тоже производственные отношения, производительные силы Написал и как-то так стороной прошел Сегодня эта тема, я думаю, что она получает такое новое звучание Новое значение Что она обращает нас к фундаменту общества Действительно, что является основой общества? Скажем, спрошу я своих коллег на кафедре Теперь в лучшем случае, скажем, вот наши товарищи скажут Основой общества это производство И это правильно Но это правильно, но не истинно Почему? Потому что производство, оно само, в свою очередь, тоже противоречимо Производство тоже нынче практически не изучается Вот в последнее время как-то еще заговорили о производстве Скажем, если вы возьмете учебники 90-х годов То там такой категории экономической нету производства Вот я вам говорил, производительных сил не было понятия И производства, значит, тоже не было понятия такого Экономика подразумевалась И сейчас в большинстве мест подразумевается Это деньги, финансовые потоки Экономические отношения Финансовые отношения, финансовые потоки Как, где там заработать, ничего А производство это вроде дело второстепенное Причем, значит, я работаю на экономическом факультете Я знаю, что мои коллеги, они тоже этим не занимаются Это как-то неинтересно Производство, ну подумай, там кто-то работает и пусть работает А мы будем заниматься финансами, государственным управлением Чего там, чем-нибудь еще Ну, поскольку наши товарищи народ грамотный Они производства Это присвоение природы на основе общественной Определенной общественной формы И при помощи ее Значит, вот вроде простое определение Но Оно настраивает на то, что вроде Ну как-то и при помощи общественной формы И при помощи, и значит В основе ее Вроде непонятно И раньше, действительно, скажем, и мне было непонятно В наше время, сейчас Мне кажется, это, ну просто очевидно Скажем, на нынешней Ну и экономической Буржазной Люди пытаются, и даже их немало Организовать производство Посредством феодальной, даже раблодельческой Общественной формы Каждый из вас, я думаю, так или иначе видел Передачи или читал в газетах Что товарищи Открывают производство Отлавливают рабов Отбирают документы И люди работают на рабском Основании, на рабском положении Идут рабское существование У них отобрана свобода Они заняты фактически 24 часа в сутки Над ними издеваются, как хотят И Это не единичный случай Наверное, в Питере есть, как-то в Ленинграде Не очень слышно таких вот тем Проблем, случаев Но я думаю, что они тоже есть Поэтому вот Я думаю, что это очень интересно для нас Что в чем здесь дело Как это было раньше Как это будет развиваться в будущем Ну и для начала надо вспомнить, что Все-таки Главное, что развивается Это способ производства И в нем И основа общества Это способ И в нем есть основа Производительные силы Общества Это Предметы труда Средства производства И производственные отношения То есть Те общественные отношения В которых Проходит этот Экономический и социальный процесс Ну и отношения Это Вы, я думаю, что все знаете Я только их напомню Во-первых, это Родовые или первобытно-общинные Производственные отношения Значит Весь процесс Посвящен Простому воспроизводству Данного общества Причем Надо сказать, что Общество Сегодня наше понимание И представление Об обществе И общество Тогдашнее Родовое Это, как говорят Две большие разницы Почему? Потому что В древности Когда общество Еще только Оно возникает Из природной основы Оно возникает Значит Из первобытных Человеческих Или прото-человеческих Стад Поэтому Обществ Только Сколько родов Сколько этих стад Мы Поэтому О нем Говорим Как о едином Только в смысле Абстракции Абстракции Рода Родового строя Родовой общины Поэтому Эти общества Они Миллионы Их возникало И миллионы Их разрушалось Но В этом процессе Развитие Шло И Шло Их об общении Об обществе То есть Объединение Родов Племен Народности Наций В наше уже время Буржуазные И даже Новая историческая Общущность людей Советский народ Но Вытекает Это все Из Вот Родового корня Поэтому И Народ И нация Они сохранили В языке Вот этот вот Род Скажем Ну у нас то Чисто На Род То что Есть На Родах То что Покоится На Родах А в Латинском И в Европейских Нацио Это Коринген Гео Потерялось В Историй А ген Это По Древнегречески Род Поэтому В древности Развитие Человечества Проходило Длительные Длительные Времена Длительное Время Почему Потому что То возникает Общество То его Разбивают То оно Само Распадается То опять Они возникают То они Опять Распадаются И это Длилось Ну по крайней мере Около Тридцати Тысяч Лет Такое Развитие Общества Тридцать Тысяч Лет То есть Если Его Назвать А его Можно назвать Условно Коммунистическим Первобытно Коммунистическим То Получается Что Человечество Большую часть Своей истории Оно прожило При коммунизме И только Последние Тут Ну Шесть Пять По разным Жанрам Семь Тысяч Лет Оно Развивается Вот в этой Классовой форме Антагонистической Значит Производители силы Они всегда имеют Вот эту вот Общественную форму Общественные отношения И какие это Древние общественные отношения Это Общественные отношения Обусловлены Таким обществом Структура Которая Представляет Генеалогическое дерево Как говорит Маркс То есть Что за Дерево Общество делится На взрослое поколение Родителей Детей На мужчин На женщин Причем Значит Вот это вот Поколение Родителей И детей Это Для того времени Такая очень резкая Грань И И Точная Грань Почему Потому что В те времена Средняя длительность Жизни Она была Где-то Около 26-30 лет Начинали Женщины рожать Где-то В 12-13 лет Вот она Начинает 12-13 лет Рожать Порожает Тут лет 12 И 30 30 Там Большин Все Ее уже нет Она Во-первых Старуха Во-вторых Ее уже нет Поэтому Вот эти Две Два Деления Общества Они довольно Яркие Очевидные Резкие Были Тогда Это Сейчас Размыто Сейчас У нас Пять Поколений Ираны Там Есть От 70-100 лет Поэтому Эта Структура Как бы Размыта Неявно Тут Дискуссия Там Сколько лет Да Жизнь Сколько лет Длится Воспроизводство Поколений Стал Быть На какие Периводы Возрастные Можно разделить Наше общество По поколению А тогда Это было Вот так Вот резко И Вот в этой Форме Течением Времени Одни Роды Богатеют Или Если хотите Общество Богатеют Другие Беднеют В одних Родовых Объединениях Племенах Выделяется Знать Других Не выделяется Выделяется Она там Где Больше Умнее Эффективнее Работают Может быть Более благоприятные Условия Для жизни Напротив Там Где этого Всего нет И Те Роды 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 Которые Отставали Они Фактически Составляли Ну Такую Природную Основу Для развития Прогрессивных Родов Точно Так же Как и у нас С вами В 18 19 До 20 Веках Страны Отсталые Или Как мы Говорили Колониальные Они Фактически Являлись Сырьем Для развитых Капиталистических Стран Являлись Колониями Куда С одной С одной С одной С одной Сной 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 Откуда Забирали Сырье А четы Работали Люди Там На таких Рабских Условиях Причем Надо сказать Что Советский Союз В решающей Мере Внес Вклад В крушение Колониальной Системы И забыл Что в 1960 Году Освободилось Сразу Около 30 Стран Азии Африки Латинской Америки Этот год Назывался Был Назван Годом Крушения Поэтому Эти отношения Они Старые Они Сохраняются И до сих пор Насчет Рабских Я вам Сказал Теперь Родовые Само Собой И я Довел До Нашего Времени И Феодальные Хотя Феодальные Они Может быть Менее Заметны Феодальные Общественные Отношения Скажем Почти Все Что Связано С такой Арендой Тем более С земельной Арендой Оно Так или Иначе Такое Феодальное Происхождение Или Нанимаются Люди В небольшие Фирмочки Глава Которых Вроде Предприниматель Капиталист А отношения Строятся Так Что Как будто Они живут В средневековом Обществе Как будто Начальник Или собственник Феодал Здесь И действует По своему Произволу А не Все таки По законам Хотя и буржуазным Но все таки Закон Поэтому Пережитки Тех общественных Отношений Вот они Сохраняются Что же касается Разделения Родов То В конце концов Богатые роды Объединяются Против Бедных И Составляют Государство Поэтому Первые Древние Государства Это были Раблодельческие Государства Они Почти все Значит Так или иначе Представляют Собой Тоже Родовую Структуру Ну вот Возьмем Известные Древние Афины Кто Такой Древние Афины Древние Афины Это 12 Это 4 фратри По 3 Филы То есть 12 фил Да Кстати Ну вот Возьмем Иудеев Там 12 колен Израилевых Это Примерно Даже Песня А просто Греки Здесь Кучнее Живут Проще Живут Основательные Живут И эта Структура Держится У них Более Прочно Я тоже Были Там Катаклизмы Всякие Рим Что Такой Рим Первоначальный Первоначальный Рим Это Объединение 300 Родов Поэтому Римский Сенат Состоял Из 300 Человек По Одному Представителю От Каждого Рода С Одной С С С Эта Эта Эксплуататоры Ровладельцы С другой Стороны Они Сохраняют Родовую Структуру Которая Возникла Задолго До них Ну и кстати Опять Можно Сделать Такой Иброс В наше Время Скажем В наше Время Родственные Отношения В государстве Они Тоже Играют Не последнюю Роль Ну Про древние Я не говорю Уже Да Теперь Про монархии Я не говорю Но И в нормальных Демократических Государствах Значит Они тоже Имеют Большое Значение Вот Сейчас Как-то Не видно Я по крайней мере Не вижу Таких Исследований А в середине 20 века Там Были Такие Исследования Которые Назывались Например 500 Крупнейших Семейств Америки Это Те 500 Крупнейших Семейств Которые Осуществляют Значит Основное Управление Этой Америкой Поставляют Основные Кадры Являются Основной Силой Которой Руководит Американский Общество Там были 500 300 Кто-то Выделял Еще Было Много Таких Брошюрок По отдельным Родам Скажем Милоны Кто такие Милоны Дюпоны Кто такие Дюпоны Ротшильды Ну и так Поэтому И это Вот эта Сторона Дела Она тоже Сохраняется Теперь По своему Происхождению Государства Государство Есть отрицание Родов Отрицание Родовых Отношений Родового Строя И поскольку Оно Отрицает Это отношение Оно И в себе Содержит В том числе Например По форму Управления Значит Как управляет Государство Оно управляет Теми же Примерно Значит Механизмами И способами Которые были И в родовом Обществе Собираются Вместе Люди Решают Вопросы Выбирают Значит Руководителей Вот договариваются О решениях Принимаются Общая решения Потом выполняют И получается Что Значит Особенно В древних Государствах Государство Это Совоконность Представителей Богатых родов Другой Стоит Поскольку Эти представители Есть и свое В нем роде Они являются Представителями Государства В этом В данном Роде Поэтому Вот эти Вот системы Они Чрезвычайно Связаны Ну и Скажем В какой-то Мере В чистой Форме Скажем Мы видим Это В нынешних Монархиях Вот только Что Судали Люди Любопытные Смотрели Девушки Непосредственно Хотя и Долго Передача О том Как Принц Вильям Женился Наконец Политических Процессов Поэтому Сказать Что сегодня Существует В развитых Капиталистических Обществах Монархии Ну в общем Нельзя Я думаю Что нельзя А основная Форма Государственного Устройства В Капиталистическом Обществе Это все Таки Демократия А Ближнем Востоке В Африке В Азии Но в какой-то Мере Там Монархия Более реальная Скажем Саудовская Монархия Вот А в основном Мире Конечно Этого Нет Да Значит Вот Общественные Формы Формы Общественных Отношений Которые Мы знаем В истории И Эти Формы И дают Возможность До известной Степени Развиваться Производительным Силам Находясь С ними В противоречии То есть Пока Общественная Форма Дает Простор Для развития Производительных Сил Она Есть Она Развивается Она существует Она действует И все Вроде бы Идет Своим Середом Но Наступают Все-таки Времена Когда Развитие Производительных Сил Настолько Уходит Вперед Что Старые Производственные Отношения Они Становятся Тормозом В известное Время Родовые Отношения Они Стали Тормозом Производительные Силы Развелись Настолько Что Производство Выходит За экран Производство Продукта Производство Продукта Увеличилось Настолько Что Появились Лишние Продукты Появились Продукты Для обмена С другими Обществами С другими Родами С другими Племенами Это давало Некоторые Выгоды И родовые Отношения Постепенно Стали Умирать Там Тоже Переход Такой Вот Был От Родового Сроя К Революции В смысле Революции Но он Был Этот Переход Просто Он прошел За длительное Такой Исторически Незаметный Революционный Исторически Незаметным Стал Да Мы революции Все таки Еще понимаем И в том смысле Что это Ну Относительно Краткосрочное Действо Но Не краткосрочное В том смысле Что Вот 25 Октября 17 Года Тут у нас Значит Одно А 26 Это другое Вот Это политический Переворот Но Он готовится Задолго До того Во-первых Во-вторых Это в нашей стране А в принципе Буржуазные революции Они начались В 16 веке С голландской революции 1500 И в общем Продолжаются И до сих пор Поэтому Процесс И сейчас Он все таки Растянутый Во времени Если его Смотреть Не по отношению К одному Обществу А ко всей Системе Общественных Отношений Значит При Раблодительском Строе Пока новые отношения Давали простор Для развития Производительных сил Они Устраивали Большинство Членов Общества В том числе И рабов Почему Потому что Рабы Получили Возможность Выживать Раньше Их Или убивали Или Или еще Хуже Съедали Теперь Появилась Возможность Их содержать А они В свою очередь Работать На господина Поэтому Раблодительское Общество Особенно В таких формах Как Египетское Финское Римское Это был Гигантский Прогресс Человечества Это Время Когда Хотя И варварские Значит И еще Производительные силы Но они Все-таки Нашли Более Прогрессивные Общественные Отношения И общество Резко Пошло Вперед Поэтому Скажем Все Рабовладение Хоть оно И длится Тысячелетия 5-6 Тысячелетий Оно Все-таки Ну Так Запечатлевается В истории Таким Эльным Ярким Временем Которое Собственно Героя Мы изучаем В основном В школе Это время Писаная История Появились А Да В это же время На позднее Это Ясперс Говорит Что Всевое время Но я думаю Что он говорит Это неудачно Да Наука Наука Появляется Где-то В пятом веке До нашей эры То есть В рассвет Рабовладения И этот Распет Разве Этот рассвет Рабовладения Если посмотреть То Мы увидим Ситуацию Очень похожую На 21 век Что такое Рассвет Рабовладения Это Рассвет Афин Афины Контролируют Всю торговлю Средиземноморских Государств То это Это империя Причем такая Агрессивная империя Империя Которая ведет Постоянные войны 300 спартанцев 300 спартанцев Там Да Пелопонезская Война Там Другие войны Все время Идет войну Почему Потому что Ей все время Нужны рабы Ей все время Нужен Нужен Хлеб Отобранный У других племен Ей все время Нужно золото Там Металл И так далее Там подобно То есть Ну такая Вот Ситуация Которая Напоминает В нынешнем 19 веке Англию Германию Или в нынешнем Веке Соединенные Штаты Америки Которые Фактически Руководят Всей вот этой Как она раньше Назвалась Айкуменой Но И эти Производственные Отношения Настал Период Они начали Устаревать Почему Потому что Рабский Труд С течения Времени С одной стороны Он приобрел Узаконенные Традиционные Формы Стал привычным С другой стороны Он стал Неэффективным И там И тогда Где и когда Начали давать Землю Производителю Самому Скажем даже И тому же Рабу Вот там Стали работать Производительные Прибыль Получалась Больше И эти страны Начали Значит Обгонять В развитии Те кто Застрял На рабовладельческой Форме И надо сказать Что Греция В Греции Этот переход Прошел Довольно Резко Сегодня Как-то Не вспоминают Это Но Аристотель Умер В 323 Году И уже Буквально Через До нашей До нашей эры И буквально Значит 200 Но мы ведем Речь о До нашей эры Поэтому я и не уточняю То есть это Как бы понятно Само собой Александр Македонский Вот Александра Македонского Убили В 322 Году А в 323 Значит Умер Аристотель И я Вот связываю Эти две смерти Почему Потому что Аристотель же Был Учителем Александра Македонского Что Что Я вам говорю Македонский Умер В 322 Году А Аристотель Умер В 323 Году То есть Через год Куда Сто умер Считать На Раньше На год Аристотель Умер Раньше На И в следующем Году Умер Учитель И я Говорю Что Это Связано Видимо Эти смерти Связаны Друг Друг Почему Потому что Аристотель Был Монархист Учил И поддерживал Александра Македонского И когда Эта империя Раз Рухнула Видимо Как-то Уже Было Не по себе Он Совсем Сбежал И через Год Умер То есть Видимо Я думаю Что Его где-то Нашли Хотя Он был Не таким Уштаром Было 63 А Аристотель 62 Тогда Средняя Продолжительность Жизни Была Нет Где-то Лет 30 35 Но Аристотель Представитель Рабовладельцев Господствующих Класс В господствующем Классе Она была Чуть Побольше Скажем Она Доходила До 60 50 лет Поэтому Салон Руководитель Афин В 5 Веке Написал Стихотворение О седмицах Северновской Жизни Где Пишет Что Вот Идеальный Идеальный Длительность Жизни Это 70 Лет 10 Раз 10 Раз Спасибо Некоторые Некоторые Известные Личности Некоторые Некоторые Известные Личности Дожили До 100 И больше Лет Вот скажем Демокрит Прожил 104 Года Горгий Прожил 100 Слить И так Четыре Так Возникает Феодализм Вот эта Форма Когда Труженик Имеет Что-то В собственности А основной Формой Собственности Была Земля Он более Заинтересован На ней Работать И в результате Экономика Растет Более Быстрыми Темпами Тут Тут Наложились Некоторые Такие Сюжеты Как бы Внешнего Свойства Скажем С одной Стороны Распалась Римская Империя На Восточную И западную С другой С другой Стороны Тут Были Такие Волны Завоевателей С одной С другой Годы Спустились Со Скандинавии Дошли До Испании До нынешней Испании С другой С другой Гунны Вышли Вот тут Из Приволжских Степей Это начало Феодализма Это шестой Где-то век Дальше Но Феодализм Уже Начал Развиваться И там Где он Развивался Успешно Эти общества Получили Преимущество И развились Такой В очень Сильной Степени Во-первых Это опять В той же Восточной Восточной Римской Империи С другой Стороны Вновь Организовавшихся Молодых Государствах Европы В том числе Например Особенно Там Выдвинулась Франция Франция Был какой-то Момент Она вообще Руководила Почти всей Европой В империи Карла Великого И именно На вот этой Почве На почве Свободных Ну Относительно Свободных Насколько Они были Свободных По отношению С рабами Производителей И Эта форма Существовала Тоже Очень долго Она Начала Разрушаться Где-то В 14 Веке А Просуществовала В отдельных Своих Моментах До 20 Века Особенно В России Скажем В России 20 век Уже не скажешь Что была Феодальная Форма Но Многие Ее пережитки В том числе Особенно Государственные Они сохранились Значит И В 14 15 Веках Начинается Опять Переход От одной Формы Производных Отношений Другой Другой Более Прогрессивной Капиталистической И здесь Опять Я хочу Обратить Ваше Внимание На то Что В свое Время Вот в эту Эпоху В этот Период Капиталистические Отношения Капиталистическое Производство Были Прогрессивными Вот это Надо научиться Как-то Понимать Многие Наши Товарищи Они Капитализм Так Ругают В целом Понятно Что мы Имеем Дело Сегодняшней Формы Она Изжила Себя Она Релы Все Много Можно еще Что-то Скать Но в свое Время Это была Прогрессивная Форма И те Государства Которые Эту Форму Вперед Внедрили Они Получили Более Сильный Импульс Развития И фактически Стали Тогда Господствующие В том числе Вот и упоминал Я Революция Голландская Этого года Она сразу Сделала Голландию Передовым Государством Помните Петр в Голландию Ездил учиться Никуда Ни еще В 17 17 В начале 18 веков Из Голландии Мы В Голландии Еще учились Теперь В 17 Веке Аналогичная Революция Произошла В Англии Где В 1642 Году Обезглавили Короля Карла Первого Кстати Никто По этому поводу Никаких воплей Не открывает Койно вспоминает Что да Был такой Хороший Король Но был Но был Я пока Еще про нашего Не говорю Трехшийся Уже не царь У нас Бывшего царя А там Настоящего Карла Первого Значит И Кромвелю Никто не ставит Это в вину И наоборот Кромвель Это великая Историческая Личность Уважаемая Личность И подобное Значит В 18 веке Великая Французская Революция Началась В 1789 Году И в 19 веке Там просто Шквал Прошел По Европе Буржуазных Революций Но Наиболее Быстрое Развитие Все таки Получили Те стороны Где эти Революции Прошли Быстрее И радикальнее Это Голландия Англия Франция Поэтому Франция В какой-то Мере Вот тут В начале 19 века Она так Развивалась Что Начала Давлеть Европе И фактически Наполеон Ведь захватил Всю Европу Кроме Англии То есть Везде Расставил Своих родственников Кстати Родовой Структуре Государства И общества Тут у него Братья Там у него Значит Свояки В Испании И в Италии Короче Граф Вся Европа Была подчинена Роду Этого самого Наполеона Еще недавно Отечественного Французского Генерала Правда Проявившего Свои большие Способности В колониальных Войнах Поэтому Франция Резко Выдвигается Вперед Да Между прочим Да Кстати Сегодня Вот этого Чарлза Прощат На русский Престол Поскольку В нем Есть Крупица Русской Крой Русская Редакция Романова Романова Давайте Пушки Ружье Вот Было Основное Нет Не только Вот это Неправильно Они Пушки Возникли Почему Потому что Возник Новый Буржуазный Строй Новый Производительный Сил И В производстве Сельскохозяйственного Они привели К тому Что Вот этим Людям Нужна Была Земля Наполеон Не потому Что Захотелось Ему Там Пойти Захватывать Россию Вот он Пошел Своё геройство А потому Что Вот эти Силы Значит Земельные Собственники Мелкие Они требовали Земли Просили Земли И эту Землю Они решили Значит Теперь Прошло Некоторое Время Производственные Отношения Да Кстати Во Франции Это и произошла Еще и реставрация Поэтому Она Как бы Опять Францию Ну Придавила В старых Производственных Отношениях Затормозила В это же время Наоборот В Германии Происходит Буржуазная Революция В 1848 В которой Активно Участвовали Марс и Энгельс Которые Здесь создавали Партию Которые В этом же году Написали Знаменитый Свой Манифест Коммунистической Партии И Прошло Буквально Немного Времени Как Германия Стала Крупнейшим Европейским Государством Она Стала Диктовать Эту Францию Она завоевала В 1966 Году За месяц Окупировала В 1970 За Две Недели Причем В 1970 За две Недели Она Окупировала Вызвала Протест Французского Населения Вызвала Борьбу Рабочего Класса И В этом Самом 1971 Году В следующем 1971 Году Значит Там Возникла Первая Форма Первая Историческая Форма Государства Диктатуры Партии Парижской Коммуны То есть Видите Как Все Взаимосвязано То Задолго До Диктатуры Польтериата Возникает Эта форма Как Случайность Партическая Но Потом Выясняется Что это Было Все-таки Не случайно Это было Закономерно Значит И К 20 Веку Германия Подошла Таким Мощным Государством Что Ей уже В свои Границы Тесна Во-первых Во-вторых Колонии И пространства Которые Можно было бы Значит Захватить Уже были заняты Теми Государствами Которые Раньше Проделали Такое развитие Поэтому Господствующему Классу Германии Показалось Что Они настолько Сильны Теперь Что Можно Отхватить Поделить Переделить Мир И пошли На вот это Вот Переделение Кем оно Закончилось Поражением Ирсальской Системой При которой Германия Была В значительной Мере Ослаблена В значительной Мере Поднена Законом В том числе Унизительным И Некоторое Время Влачило Такое Жалко Я бы даже Сказал Вот мы Пережили С вами Инфляции До 200 300 Процентов Чего Уже Подзабываться В 90-х Годах Инфляция Была Вот такая Большая А в Германии После Мировой Войны Там Инфляция Была И в 1000% Очень тяжелое Время И И Поэтому Буржуазия Буржуазия Германская Значит Очень Сконцентрировалась И постаралась Сбросить Вот эти Аколы Еще в недрах Версальской Системы Они уже Начали Развивать Силы В том числе Военные В том числе За счет Торговли С Советским Союзом И не только Торговли Но и Научтехнического Обмена Поэтому В какой-то Мере Советский Союз Помогал Даже Вот этому Возрождению Германии Но Потому что Германия Еще в Больших Масштабах Помогала Новым Производственным Отношениям Фактически А за счет Чего еще Было развиваться Новым Производственным Отношениям За счет Тех резервов Которые есть Внутри И за счет Тех резервов Которые можно Почетать У Баржазии И Советское Правительство Оно Я думаю Что в полной Мере Значит Использовало Вот эту Вот эту Решение Потом вопрос Потом Да Значит Иосиф Весреныч И правительство Советское Они увидели Противоречия Между Империалистическими Государствами И сумели Использовать Эти противоречия Причем Сознательно Сталин Несколько раз Выступая На съездах И в собраниях Различного рода Гориша Мы должны Использовать Противоречия Между Капиталистическими Странами Как Значит Не пытались Организовать Англичане Американцы Единый фронт Против Советского Союза У них Во-первых Это не получилось Во-вторых Они вынуждены Были Значит Помогать нам В борьбе Против Гитлера И Вот этот Молодой Строй Молодые общественные отношения Молодой способ Производства Хотя он был Очень слабый И Ленин И Сталин Опять Несколько раз Об этом говорили Что странно Что мы Еще Значит Живем И боремся Окружение Окружение Значительно сильнее Капиталистический мир Значительно сильнее 14 держав Значит Обратили Свою силу Против Советской Власти Но Новые Производительные силы И производственные отношения Как бы они Слабы не были Они оказались Сильнее И в 20 веке Мы видим Вот этот вот Гигантский Рыбок В развитии Производительных сил За счет Тех Производственных Отношений Которые Были установлены После 17 И 36 Года И конечно Вот в плане Этих размышлений Встает вопрос Что Почему же Это способ Производства Почему же Эта общественная Форма Потерпела Поражение 20 В начале 21 И это Большая проблема Значит По ней Есть исследования В том числе Вот у Михаила Васильевича Других наших Товарищей Но мне кажется Что такого Значит Еще Удовлетворительного Да Полного ответа Особенно С экономической Стороны Еще нет С политической Тут более-менее Все ясно В чем дело Дело в том Что Вот эти новые Производственные Отношения Они Свою политическую Форму Фактически Устранили В 36 Году Переведя Советы С предприятий На территорию Этим Была ослаблена Надстройка И она Не Развивала Базис Производственные Отношения В той мере В которой Видимо Это требовалось То есть Власть Государства Начала Отрываться От класса Экономические Отношения Получили Такой крен В буржуазную Сторону И я думаю Что вот эта Буржуазность В экономических Отношениях Она в общем Если не сознавалась То чувствовалась В народе Чувствовалась Значит Нашими людьми Скажем В том числе И мной Вот это Ощущалась Такая Несправедливость С одной С одной С другой Мы понимали Что наше Общество Справедливее Чем капиталистическое Та-та-та-та С другой С другой С другой Было Ощущение Что Все-таки Многие Вещи Могли Быть Более Справедливыми А этого Долгое Время Не происходило Поэтому Вот эта Неправильная Идеологическая Идеологическая Политика И политика В собственном С смысле Они Привели К тому Что Социализм Был Значительно Ослаблен То есть Производственные Отношения Не были Мобилизованы И организованы В таком Смысле Значит В соответствующем Природе Но общество Которые Позволяли Бо Значит Более Интенсивно Развивать Общество Социалистические Водительные Силы И сами Производственные Отношения Ну и В прошлый Раз Мы говорили О производительности Труда Что это Такой Показатель Фонументальный Важнейший Значит Вот он Роспроизводительность Труда Замедлился С середины 20 века После Смерти Сталина И Мы Не смогли Обогнать Развитые Страны По Производительности Труда Хотя Не везде Помните Я говорил Да В некоторых Отраслях И областях Обогнали В сельском Хозяйстве Значит Существенно Оставали В сельском Хозяйстве Производительность Труда Была Меньше Чем Чак Четыре Раза Поэтому Тема Вот эта Вот Действительно Она Очень важная Она Трудная Она На первый Она еще Трудна Тем Что Она На первый Взгляд Кажется Очень Простой Вот Те Производительные Силы Вот Те Производственные Отношения Вот Те Способ Производства В производительных Силах Предмета Труда Значит Орудия Труда Средства Производства И вроде Все Ясно Это не схема Нет Вот Это не надо Так понимать Что это Схема Это Законы Это Законы Открытые В острой борьбе С обостренным Сознанием Маркса Энгельса В 48 году Ну В 48 Тут В период Буржуазных Революции На основе Глубокого Мировоззрения На основе Глубокой Современной Тогда Науки Логики Поэтому Это Законы Это Фундаментальные Категории И к ним Относиться Надо Серьезно Как к законам Вот Мне кажется Что Такого Серьезного Отношения После 20 После 20 Съезда КПСС К ним Не было Поэтому Поэтому И внимание К ним Было Фактически Ослаблено А копать То нужно Было Как раз Здесь Спасибо Переходим К вопросам Пожалуйста Иван Михайлович Разрушившие Рим Они были Варварами Они стояли На более Высокой Ступени Развития Они были Варварами Или Более Низкой Они стояли На более Низкой Ступени Развития А как же Разгромили Более Низки А Крышок Более Высок Очень Просто Очень Просто Сейчас Вы выйдете На улицу Не дай Бог Вы Молодой Высокий Красивый Придет Какой Ни Еще Моложе Здоровее Красивее Вот Даст Вам То есть Дело Тут Вот Что Более Сильные Вот эти Племена Воинственные Они Захватили Рим Физически Да Но Духовно Они были Ниже По Производительности Там Труда И прочим Были Ниже Поэтому Они Фактически Взяли На себя Или Впитали В себя Быстро Культуру Рима А у них Какой Строй У Кого Вы же Говорили Феодализм Это Прогрессивная Производительность А нам Феодализм Любовь У них Или У кого У Рабовладельщики У Варваров А на самом деле Они Выше Производительности У Гунов Рабовладельщики Почему Не то Очень Все То Значит Они Силой Побеждают Силой Уничтожают А Культурно Духовно Они Перенимают Те Производительные силы Которые Им достались В том числе Скажем И тут И римляне Занимаются Этим Производительным силой Работают А как Вот Переход К феодализму Произошел Что значит Как Этих Одни Рабовладельцы Значит Молодые Сильные Победили Рабовладельцев Римлян И тут Образовался Феодализм Как Крепостной Варваров Какой строй Был Скрывайте Что-то Как-то Много Сразу Вопросов Решите мне Ответить Вызвать Все интересы Значит Это вопрос Длительный С одной стороны Предпосылки Этого Феодального Общества Они возникают Еще на поздней Ступени Рабовладельцев За счет чего За счет Освобождения Части рабов За счет Наделения Их землей И получения Бенефициариев Значит От Этого От Такого Производства Значит С течением Времени По мере Ослабления Орландельского Строя Эти отношения Растут Варвары Их устанавливают Сразу И быстрее Значит Культуру Они сразу И быстрее Переняли У Римля По их вопросам Да Поэтому Ну вот этот Вот длительный вопрос Постепенная Передача Такая Земель Значит Собственность И по крайней мере В аренду Пожалуйста Вы сказали Вы сказали Что в кратии Они пользуются Да А какой демократии Хорошо Это правильно Я хотел подчеркнуть И забыл Правильно Да Буржуазия Пользуется Демократией Почему Потому что Работана В период Раблудения И хорошая форма Для введения Заблуждения Трудящихся И руководства Ими Во-первых Во-вторых Это конечно Демократия Богатых Демократия Для богатых Так же Как и в Раблудельском Строе Это демократия Раблудельцев И для Раблудельцев Просто Демократия Раблудельская Это значит Мелкие Бедные Раблудельцы А Скажем Аристократия Это богатые Раблудельцы Так же И в буржуазном Обществе Это Демократия Богатых Людей Демократии Бедных Людей В буржуазном Обществе Не бывает Это была бы Диктатура для этого нужна революция. Спасибо с вопросами, давайте кто желает выступить. Нет, вопросик еще такой. Последний вопрос. Противоречия социалистического общества. Совет работы, мне еще вопрос. Противоречия социалистического общества-то много, много противоречий. Значит, 25 с половиной, 25 с половиной противоречий. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Значит, можно на него вкратце ответить так, что поскольку в нем сохраняются родимые пятна капитализма, на всех сферах жизни говорили Маркс, Ленин, это в советское время идеология нам внушала, стала внушать мысли, вот мне внушило в какой-то период, что они только пережитки в сознании людей. Еще не в сознании, они во всех сферах общества. Поэтому, вот, пожалуйста, рассмотрите все общества, все проблемы, все сферы общества с этой точки зрения, и вы получите все противоречия. В сознании, наверное, больше всего. В сознании, наверное, больше всего. Все, последний. Александр Ильич, вот прогресс, вроде как, идет по линии освобождения работы. Да. Но, скажем, если мы рассмотрим на Руси, в России крепостное право, то мы как раз увидим, что здесь наоборот. Вот, вот, самое закрепощение крепостное право, второе правение 18-го, начале 19-го века перед освобождением, они же там были в начале почти свободные. Понятно. И это случайные условия истории. Для России только, да? Для России. Почему? Это все в Европе, это крепостное право, все было. Оно закончилось несколько раньше. Почему в России позже? Потому что Россию татаро-монгольская ига на 200 лет задержала. Поэтому, чем ближе к тому времени... При идее у нас был феодализм? Понятно. Да. То есть, конечно, в России не было. Значит, рабства вообще в России не было, как формы. Ну, за какими-то исключениями. А как формы не было рабовладельческого области у нас. При идее не было. То есть, то, что они там угоняли людей, это не рабство, вы считаете? Нет, нет. Они... Это сейчас рабство. Значит, татары... Татары брали... Татары брали с населения дань 10% от доходов стоимости. А сейчас на сколько берут? Посчитайте. Ну, на 100%. Да, да. Теперь, значит, тоже по-разному. Да. Одно дело там на юге России, другое дело в центральной России, третье дело в северной России. Поэтому сказать, что вот здесь вот был феодализм, а вот тут начался, значит, капитализм, так тоже нельзя. Потому что это все переходные формы и в какой-то мере, в каких-то, значит, формах, они сохраняются и до наших дней. Тем более, они были и тогда. Не за что. Пожалуйста. Переходим к поступлению. Что желает? Пожалуйста. Да. Во! Владимир Михайлович. Я могу так коротко сказать. Коротко и нужно. Скормили Гитлера и мы в основном. А миллиарды, миллионы английских и и американцев. Не мы. Пожалуйста. Короткое. Вот так, по сути, и надо. Коротко. Я сказал. Нет. Вам тоже. Я хотел бы выступить как президент Фонда Рабочей Академии, озабоченный тем, что по итогу лекции должно быть очень ясный остаток, что мы получим. Лекция, конечно, очень интересная и взятая. Но мне кажется, надо подчеркнуть, что Энгельс говорил в происхождении семьи, ясной собственности государства, что определяющим в человеческой истории является производство. На первом этапе развития человечества, что Александр Сергеевич, в первом месте стояли кровно-родственные отношения. Отношения по воспроизводству человека. Материальные блага. Производство материальных благ на втором месте. Это противоречие разрешалось. Таким образом, что целое это противоречие. А вот, начиная с рабовладения, с разложения этого, начиная с того, что прибавочный продукт позволял уже кормить другого человека в достаточной величине, в первое место вышло прыгать. И вот это все усвоили из тех, кто занимался марксизмом. И мне кажется, что, как всякое усвоенное, оно закостенело. А куда делись? На первое место вышло кровно-родственные отношения. Надо сказать, что Александр Сергеевич в своих работах, он несколько книг на эту тему, он как раз эту сторону раскрыл, связанную с кровно-родственными отношениями, с их влиянием на все дела. А вот в сегодняшней лекции он показал, что при том, что у нас главными являются, конечно, отношения к реальному благу, у нас способ производства, строительные силы, производственные отношения. Но он дотянул, так сказать, до самого периода капитализма уже. Когда кровно-родственные отношения, кто будет вообще царем? Представлять дворянский класс и руководить, кто будет главным. Это определялось чисто кровно-родственным образом. Законный царь, незаконный. Был, конечно, выборный царь, а дальше опять все пошло. Так как в первобытном общинном строе. К кровно-родственным образом. И наконец, сейчас вроде бы казалось, ну все, закончились монархии. То, что там имеется в Англии, это театр под открытым небом. Музей театрализованный. То, что вот нам показывали. Сколько, говорится, нужно добить, так сказать, события. Они тут же бомбят, и тут же они показывают кранование, свадьбу. Что они показывают? Какую это роль играет? Никакой роли это не играет в политической деятельности, и в экономике Англии. Но! Вы возьмите любую фирму, или возьмите любую, так сказать, любую организацию новой капиталистической. Что будет дальше после смерти? Товарищи, что детки поделят по наследству и законам наследствия. Там все будет решаться чисто, кровно, родственным. Там еще драки впереди идут. То есть, конечно, прежде всего у нас производственные отношения, но родственные отношения, отношения их собственности, дальше больше с развитием капитализма, а теперь уже нового, то бишь старого, в России будут играть все большую роль. Стоит это все держать. Знаем, как убили. Сыночек стал генеральным директором. Герой социалистической труда, Семиненко. Да, и вдруг он, да, Семиненко. Или, или. Вот что будет, то, как вот эти крупные. Разводился уже Абрамович, это значит, уже придуманы, значит, стальный закон о том, что мурак, еще и крачный договор, который связан с разделом имущества, это не получило еще больше ранений. Но получат у капиталистов, у проразей и так далее. И мы, если мы сейчас сталкиваемся с безголовыми водителями, капиталистами, которые уничтожают, больше безголовость нас ожидает, когда их детки будут сопромотать то, что есть. И не детки. Например, товарищ Рогозин, собственник всей системы ВЕДА, которая в том числе выпускает водку, каска, матри, бальз, бастон. И одно время на первом или на втором месте они находились, скатившись на снегоходе. Получно нырнул. После этого, в соответствии с кровно-родостными отношениями, папа, поскольку папе, какое у него жилки в развитии производства, он начал все продавать, в том числе и продал эту яму, которая была около вокзала, которая, в общем-то, предполагалась, что там все-таки может быть связь с жилетной дорогой. И там теперь, видите, галерею, и отняли, так сказать, надолго теперь. То есть, мы уже сейчас видим ненормальности. И если в других странах, в старых капиталистических, это регулируется законом о наследстве, как говорил доктор экономичный наук Сергея. То есть, дети все равно размотают класс капиталистов в государство. Забираете в 90% после смерти капиталиста, а 10% вам надо. И во всяком случае, держат под контролем эти самые средства производства, чтобы предприятия оставались, не разрушались. У нас какой налог на наследство? Нету. — Общения там? — Ноль. — Ноль. То есть, гуляй. То есть, короче говоря, вот тот вопрос, который Александр Сергеевич, эти вот две основы, они продолжают существовать. Только раньше это было противоречие в рамках одной стороны, в рамках кровно-родственных отношений, в распроизводстве человека. А сейчас это противоречие в рамках другой стороны, в рамках способа производства. Но все равно эти кровно-родственные отношения. А когда говорят о кланах, это что значит? Кланы — это что такое? Это... А когда говорят, что вот клан Розы Атунбаевой, так сказать, победил. Говорят, революция. Эта революция свершилась, и поехала она с НАТО разговаривать. Революция. Революционеры. Поэтому, когда говорят о кланах, то мы сегодня видим, что под оболочкой буржуазной все время присутствуют какие-то родственные отношения, клановость, а уж не говоря там о землячестве и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень актуальный вопрос, очень актуальная проблема. Нам надо на эту тему придуматься всем. Придодуматься, потому что пока еще нечего почитать. А Александр Сергеевич попросит на эту тему написать книгу, чтобы мы могли эту книжку почитать. Потому что больше пока написать эту книгу некому. Потому что развивается. В крайней мере, назвать никто такую книгу. Есть про производство отдельно, есть про родоплеменные отношения. Я вот с тем же самым столкнулся, когда написал статью «Политика и культура». Есть про культуру, сколько угодно там, море литературы. Есть про политику, море. А про культуру и политику, вот я одну статью написал. Больше нет. Потому что вот эти двери не увязывают. Вот здесь вот картина более серьезная и более сложная. Такое вот пожелание. Я думаю, вечер пусть работает. Надо книгу писать. Да, надо книгу писать. Заключите слово. Нет, хватит. Заключите слово. Поблагодарить за… Спасибо, дорогие товарищи. …за вынесенное предложение. Я, когда думал над этой лекцией, собирался выступать, то вспоминал, что-то хотел почитать у себя, и ничего такого, особенно большого не нашел, и понял, что оно или есть у Маркса и Энгельса… Или у Кайенова. Или… да. Или я… И я подумал так, что… Я эти вопросы мало еще понимаю, а я людям-то расскажу… Написать… Ты кредишь и сам что-нибудь пойму. Как студентам им десять раз расскажешь какую-нибудь тему, потом ее наконец и сам пойду. А они все не понимают. Да. Уже преподаватель понял, они все еще не понимают. Ну и, конечно, вот такие вот выступления, как Михаил Васильевич, осуждения, тем более концентрированные, они, конечно, очень помогают над дальнейшими разношлениями на эту тему. Поэтому спасибо вам, Михаил Васильевич, большое. Новочьate artist! Субтитры подогнал «Симон»